Сегодня в Кирове с гастролями театра и цитра находится народный артист РСФСР Александр Калягин. Накануне он побывал на церемонии подписания соглашения между Кировским отделением Союза театральных деятелей и правительством Кировской области. Репортаж Ивана Швецова. Несколько лет назад Александру Калягину присвоили звание почетного гражданина Кировской области. Знаменитый артист наш земляк. Он помогает Малмышскому краеведческому музею и Вацкополянской детской школе театрального искусства, взятая им под опеку 15 лет назад. Александр Калягин говорит, что пока жив, сделает все, чтобы помогать культуре Вятской земли. Это мой родной край, я здесь родился. Город Малмыш, Вятская губерния. Папа, мама. Отец похоронен в Малмыже, Кировской области. Так что все очень дорого. Соглашение между Кировским отделением Союза театральных деятелей и правительством Кировской области впервые подписывается в присутствии Александра Калягина, который возглавляет Союз. Документ имеет важнейшее значение для развития театрального искусства в Кировской области. Мы вам помогаем всегда и будем помогать. Мы, я имею в виду из Москвы. И присылать сюда и критиков, присылать сюда и всех, кого вы пожелаете и так далее. Но многое зависит от того, как мы будем вместе еще сотрудничать. Как отметил Александр Галицких, несмотря на непростые времена, региональное правительство выделяет из бюджета средства на помощь театрам и улучшение бытовых условий жизни актеров. Перед тем, как идти сюда, думал, чем бы похвастаться-то, но вообще-то есть, честно говоря, чем. За последние пять лет мы семь квартир дали Кировским театрам. Коллеги, когда такое было? Вы помните, только началась программа «Служебное жилье», мы сразу в первой же партии, так сказать, по квартире каждому театру. При активном содействии Союза театральных деятелей и правительства Кировской области в Киров уже третий год с гастролями приезжают ведущие театры страны. В 2014 году это была мастерская Петра Фоменко, в прошлом году театр-фестиваль из Петербурга «Балтийский дом», а в этом году в Киров приехал театр «Эд Цетера», где Александр Калягин – художественный руководитель. Московский театр покажет на сценах драм-театра и театра на Спасской спектакли «Буря» по пьесе Шекспира «Лица» по мотивам рассказов Чехова, комедию Островского «Сердце не камень», трогательную сказку у Алана Милна «Тайна тетушки Мелкин». Постараемся показать все жанры, какие мы имеем и какими мы владеем наш театр. Ну вот, все зависит от зрителя, мы ждем погода хорошая, зритель тоже. И посмотрим, как нас будут принимать, насколько это действительно отзывок найдет. Многие театральные проблемы можно решить только всем миром, отметил Александр Калягин. Иногда для этого нужно объединяться городам, регионам. Очень многое зависит от людей, от того, насколько они настроены на сотрудничество. По мнению всенародно любимого артиста, вопросы культуры нужно решать наравне с медициной, образованием, социальной сферой и экономикой. Театр не сфера услуг, поэтому мы все время добиваемся от власти, независимо от того, любит губернатор театра, не любит, любит премьер-министр какой-нибудь театр, не любит. Театр – это такое же продовольствие, только духовное. К слову самого Калягина, кировские зрители смогут увидеть на сцене драм-театра в спектакле «Лица», где он будет играть в паре с вахтанговцем Владимиром Симоновым, и в спектакле «Буря», где знаменитый артист сыграет роль герцога Проспера. Иван Швецов, Владимир Подлевских, Вести, Киров.